Приветствую вас! Ну, отвечая на первый вопрос, то есть говоря о том, как вам вести себя с коллегой, и я хочу сказать, что объективно, если получилась такая ситуация, что она перестала воспринимать вас как своего друга, а принимаясь теперь как коллегу и как конкурента, то это означает, что с друзьями вы никогда не были. То есть вы считали ее, конечно, другом, но реально с друзьями вы не были никогда. И это означает, что в этих отношениях с ней только вы являлись другом, и через нее вы получали для себя, по сути, то, что вам было нужно, а именно, дружеские отношения. Вам были нужны дружеские отношения, и вы их, ну, вы их, в принципе, получали от коллеги. Но вы думали, что вы с ней друзья, а коллеги делали это, получается, до тех пор, пока ей это было выгодно. Вот только выгодно ей это быть перестало, и она тут все же про вас забыла. Соответственно, вести себя с ней как-то иначе, кроме как, ну, вот, кроме как той модели поведения, которую она вам как бы сама предлагает, не думаю, что является сколько-нибудь правильным, потому что, очевидно, она не настроена на то, чтобы воспринимать вас как друга, или как хотя бы бывшую подругу, или как-либо еще. То есть в этот момент его вам нужно понимать, что вы не сможете восстановить то, что, например, то, чего сейчас у вас, у вас, по сути дела, уже и нет. И пытаются сделать это, пытаются восстановить отношения, пытаются разговаривать, ну, на мой взгляд, совершенно не имеет никакого смысла, потому что подруга к вам, бывшая подруга к вам не будет прислушиваться. Да и кроме того, она, еще раз, она, скорее всего, и не была никогда вашей подругой. Она была вашей коллегой, и было с вами хорошо. Вы с ней как-то взаимодействовали, вы, значит, были близки, потому что вас что-то связывало, да, вместе, но вы не были друзьями реальными, реальными подругами, вы не были. И связано это именно с тем, что вы в ней нуждались. Она в вас нет, а вы в ней нуждались, вы нуждались в подруге. И вы хотели видеть в ней подругу, вы в ней видели. Поэтому сейчас вам нужно принять ее поведение, сейчас вам нужно принять ее отношения, и просто-напросто не приставать к ней, не злить ее, не раздражать, принять и просто-напросто не пытаться как-то исправить то, что, ну, в принципе, было изначально только в вашем сознании, потому что только вы видели в ней подругу. Еще раз это хотел бы я повторить. Вот. Далее. Как разбираться в линдях, почти вы, задавая такой вот, ну, достаточно, достаточно серьезный, я бы даже сказал, обширный вопрос, как разбираться в людях. Чтобы разбираться в людях, ну, для начала, не быть в них, ну, не нуждаться в них, ну, это на самом деле, прежде всего. Вот вы, например, вы, вы в них нуждаетесь. Почему я вам это говорю, почему я это решил? Завтра-то вы говорите, что я общительный человек в себе не раздражать не могу. Открываю ей все тайны и секреты. Вот это и говорит о том, что вы мне навыкали. То, что вы открывали ей все тайны и секреты. Закать вопрос. И вопрос довольно, довольно, довольно важный. А она хотела, чтобы вы открывали ей все секреты? Она нуждалась в том, чтобы вы открывали ей все секреты? Да, она это принимала, безусловно, она принимала это, она, возможно, отвечала вам определенной взаимностью. Это так, это правда. Но, простите, простите, она нуждалась в том, что вы делаете для нее. Она нуждалась в том, что вы делите с ней секретами какими-то своими и так далее. Вот на эту тему вам нужно подумать. И чем лучше вы подумаете об этом, тем лучше вы поймете, как нужно разбираться в людях. Дело в том, что коллеги, это денежные отношения, это рабочие отношения. Иными словами, это отношения всегда подчиненные определенным целям. И в этом случае, в такой ситуации, нельзя, ни в коем случае, нельзя рассчитывать на то, что человек будет как-то, значит, проявлять к вам эмоции, проявлять к вам желания, проявлять к вам ифинит и так далее. Да, что-то, конечно, будет. Что-то, конечно, будет, да, безусловно, что-то будет. Но это что-то довольно ограниченное. Потому что человек, который работает на определенной должности, человек, который замещает определенную должность, он, как правило, четко преследует свои цели, ведь ему нужно зарабатывать. Он и пришел, как бы, на эту работу для того, чтобы зарабатывать. Собственно, это его была и основная цель. И если человек видит, что кто-то готов, там, ему идет рассказывать, то, естественно, человек это принимает. Да, это нормальная реакция, нормальное поведение. В данном случае это естественное поведение, я бы сказал. Но давайте будем честны, что искренности это не пораждают. Я понимаю, что у вас есть желание делиться своими секретами. Но опять же, важный вопрос. Чем это ваше желание продиктовано? Важный вопрос. Почему вы не можете держать все в себе? Как вы говорите. Ведь вы что, получается, тогда рассказываете всем свои секреты или что? Как вы говорите, что я не могу все в себе держать. А почему вы не можете все в себе держать? Откуда у вас потребность, да еще и такая довольно яркая потребность, если я понял, делиться с людьми? Почему вы, например, искали подругу на работе? Именно на работе. А не там, например, где хобби, где увлечения, где люди друг с другом встречаются, исходя из своих интересов. Например, вот почему вы искали подругу именно на работе. Вот об этом тоже нужно подумать. То есть, чтобы правильно разграться в людях, не нужно рассказывать им чего-то такого, что они потом могли бы обратить против вас. если вы говорите, что я вот все мои секреты, как вот вы говорите, все мои секреты обратились против меня, если вы говорите так, то значит, вы рассказывали слишком много. Если вы рассказывали слишком много, то значит, вы рассказывали это что-то для себя. надеюсь, получить что-то для себя, надеюсь, как бы получить обратную связь и так далее. Возникает вопрос, а для чего вам эта обратная связь нужна? Почему вы в ней нуждаетесь, в этой обратной связи? Вот, попробуйте подумать как можно лучше на эту тему. Человек разбирается в людях не потому, что обладает проницательностью какой-то большой и так далее. Нет, человек разбирается в людях, потому что он четко знает, где им устроить отношения, с кем им устроить отношения, как им устроить отношения. Вот это является принципиально важным моментом. Если вы приходите на работу, то нельзя ожидать того, что к вам будут отходиться так к другу, потому что вы не друг, вы коллега. И если к вам относятся на работе хорошо, это не значит, что можно этим людям доверять. А если вам нужны подруги, то, соответственно, возникает вопрос, а почему у вас этих подруг нет до сих пор, если вы работаете, что случилось с подругами из детства, почему вы с ними перестали общаться и так далее. Может быть проблема в том, что вы строите отношения как-то не так, как-то вот неправильно немного, как-то вот искаженно вы это делаете. Об этом вот тоже нужно подумать. Но я думаю, что принципиальный момент, ключевой момент, коренной момент, это то, что, во-первых, вы думали, что мы как сёстры, хотя вы коллеги всего сегодня, то есть у вас есть идеализация человеческого образа. Идеализация всегда продиктована вашими желаниями и потребностями. Второе, то есть я общительный человек, его в себе держать не могу. Понимаете, общительность человека, это его возможность вступать в коммуникационные связи. Это одно. А то, что вы не можете задержать в себе и готовы поделиться с другими всем, что у вас есть, у себя тайные секреты, это другое. Это потребность, и именно поделиться, потребность выставиться. И эта потребность происходит из другого, не из общительности, а из ваших желаний. Если общительность – это черта характера и черта личности, то невозможность держать всё в себе – это немножко другое. Это не черта. Это скорее конфликт. 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 Вы делитесь своими переживаниями, своими мыслями и так далее, вы делитесь с людьми, которые могут быть вас неоценены. Вы делитесь тем, чем вам можно навредить. И вы перекладываете ответственность в себя на человека, когда рассказываете ему что-то, и как бы ожидаете от него обратной связи. Вы перекладываете ответственность на него, и скорее всего заставляется тяготиться тем, что он находится с вами в отношениях. Ему тяжело, ему тяжело находиться с вами в отношениях именно по этой вот причине. Но причине того, что вы много, ну, вам сложно делитесь с ним тем, что ему не нужно. Поэтому, с одной стороны, установка личных границ, проработка и формирование фильтров того, что вы говорите человеку. Далее, значит, работа над своими потребностями, то есть над пониманием того, зачем вы делаете эти или иные вещи, зачем вы делаете это. Я имею в виду, вот, делитесь, почему вы не можете держать все в себе, как вы говорите. И, значит, это четкое понимание того, где этих людей нужно искать, и больше, больше, больше акцент на них. Не на вас, а на них. Чтобы вы о них думаете, чтобы вы для них что-то делали, если вы хотите быть сестрами. Ну, и идеализация. То есть вы чрезмерно идеализируете людей. Опять же, доставляют вас это делать среда, в которой вы живете. Ваша семья может быть, ваши отношения с Мунием, отсутствие у вас других подруг и так далее. Энергия-то есть, и она требует реализации, но реализуете вы ее по-своему неправильно. И из-за этого возникает конфликт. Поэтому энергию нужно отследить и правильно реализовывать, правильно выражать. Но так, чтобы не в ущерб себе. Простите, если вы делитесь с человеком своими тайнами и секретами, то, как бы, вы ставите его перед искушением использовать это против вас. Вот не надо этого делать. Не надо ставить людей перед искушением. Человек слаб. И нелюдность, такой соблазн, давать человеку. Это ни к чему хорошему не приведет, по большому счету. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok